Здравствуйте, друзья! Перселенцы из Курской области вышли на митинг со словами «Мы никуда не уйдем, нам все равно, где замерзнуть». Конечно, все равно здесь и объясните, зачем куда-то идти. Нам все равно, где замерзать. На улице замерзать или где мы находимся замерзать. Какая нам разница? Мы все равно. Мы никуда не пойдем, мы будем здесь. Во-первых, я хотел бы видеть тех, кто является инициатором данной акции, поскольку это публичная, незаконная акция. Перепуганный Ченуша начал сразу же угрожать штрафами. А вышло бы на улице столько, сколько вышло в Валенсии. Наложил бы в штаны и убежал бы со скоростью бойцов батальона «Ахмат». Вот обманутый россиянин, как вот в России делают дороги. Так и живем. Не, ну щедро, кстати, насыпал. Щедро. С горкой. От души. Сармат-мобиль. Заглох. Не доехал не то что до. Заглох не смог выехать даже с собственного двора. Хотя не, не заглох. Перешел с мобильного на стационарный режим боевого дежурства. Иранский шахет, пролетая над Белгородом, получил команду вернуться в родную гавань и спикировал прямо в жилую пятиэтажку. Шойгу, Герасимов, вы именно так и планировали. 3 сентября, 2024 год. В деревне Голубое открылась новая школа, которую местные жители просили много лет. Вот такую красоту построили. Четыре корпуса. Школа рассчитана на 1375 мест. Прошло два месяца. Прошло два месяца. Да, грязно. Да, нагадили. Да, мусора набросали. А зато уютненько стало. Как дома. Джо Байден передает Трампу код от входной двери со словами на эту школу, обрати особое внимание, Дональд. Специально для обманутого россиянина. Это запад. Венгрия. Город Кайбуса-Бусла. Где поваленные заборы. Где перекошенные столбы. Где мусор. Где окурки. Жить вообще не умеют, получается. Вообще жить не умеют. Потерпеть просто еще чуть-чуть надо. Витя Орбан вроде снова собирается выдавать визы для россиян и белорусов. Так что все будет. Думаю, надо еще чуть-чуть потерпеть. Беларусь. Витебская область. Импортозамещенный бильярд. Если Лукашенко победит в следующем году, увидим и футбол на дынях, и баскетбол на арбузах. Павел Губарев. Сепаратист и один из основателей ДНР признаются, что Донбасс 8 лет тупо грабили. ДНР и ЛНР это просто банановые республики, из которых Москва выкачала все полезные ископаемые. Наши две республики, они по сути стали банановыми, такими бандитскими республиками, где каждый искал себе выгоды. И чиновники в Москве, которые в общем-то должны были рассматривать эти новообразования как геополитический проект, они смотрели на них просто как на источник ресурса. И все 8 лет до СВО нас просто грабили. Банановые республики. Люди жили тяжелостки. Ну 6,5 тысяч рублей зарплата. Представьте себе, тяжело на нее прожить или не тяжело. Средний чек в супермаркете 65 рублей. То есть полбуханки хлеба, бутылка кефира и полкилограмма гречки. Это факты. Поэтому, конечно, тяжело. Все 8 лет это нищета, это разруха, это выезд колоссальными темпами всех специалистов, а это, следовательно, закрытие предприятий, всех высокотехнологичных научных институтов. Донбасс очень сильно просел и очень много потерял за эти 8 лет. Где вы были 8 лет? Когда Донбасс тупо грабили? Очередной освободитель. Жалуются, что из всей роты осталось живых 4 человека. Кушать нечего. А эвакуационная группа приезжает. Только если у тебя есть для нее 100 тысяч. Здравствуйте, ребята, братишки. Я 7-й полк, 3-й бат, 9-я рота. У меня был раньше командир Чек. Если кто это видео увидит, я вам скажу, ребят, 7-й полк, это пи***ь, это просто пи***ь, пи***ь. Начальство нас не выводит, командир полка Сочи, запомните этого, пи***ь. Мы никто, никто нас не выводит, жрать нету, ничего нету, вообще ничего. Сам не выйдешь. Все, виллы. Просто виллы. По ранению тоже домой ездил. Толку. Осколок достали с живота. Нахрен это надо. Никому это не интересно, понимаете? Это, б***ь, это не служба, это хр***ь какая-то. Я вам говорю, ребят, не надо туда ехать, не надо. Сами пожалеете потом об этом все. И слава богу, что я еще остался жив. Нас осталось 4 человека, 4, б***ь. Четыре, б***ь, сроты. Это просто к***ь. Все остальные лежат там. Тела не вытаскивают. Они вытаскивают трехсоток. Если тяжелые, они тяжелые переходят в 300. Ну, из 300-200, понимаете? Сам не можешь уйти. Никто тебе выносить не будет. А, еще хотел сказать. Ивака наша. Эвакуация на группу. На ноль прихожу. Помогите. Сто тысяч. Сто тысяч поможем, б***ь. Они за бабки, еб***ь, рубятся. Бесплатно тебя никто оттуда не вынесет. Вообще никто. Своих не бросаем. Своих бросим, только если у них нет сто тысяч.